Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, как же в этом году будет проходить день рождения, Star Stable, каких понях нам добавили, какую амуницию завезли в магазин, ну а также поговорим то, что было на предыдущих двух неделях и что нас ждет на следующей. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Итак, да, видео не выходило несколько недель, это из-за того, что обновления были слишком скучные. Две недели подряд нам добавляли цепочку заданий, да, в ней можно было очень хорошо так прокачать персонажа. Одна цепочка заданий связана с Алекс и с площадь Айден, а вторая цепочка заданий с прокачкой репутации связана с Форт Марией и друидами. Да, это было очень интересно, вторая часть, это было намного увлекательнее, чем задания с Алекс, но тем не менее они позволили моему персонажу прокачаться до 23-го и даже уйти еще дальше. Но в этом плане все, больше ничего нам не добавляли. Но зато сегодня разработчики добавили нам очень много всего интересного, но все равно тоже бомбешечка будет. К нам приехали, наконец-то, дорогие друзья, дартморские пони! Как же долго я ждала, и вы просто посмотрите, какие малютки! Обожаемые малютки! Оооо, я не могу! Я, если честно, уже даже забыла, какую масть я хотела, однако мастей много, 7! И одну из этих мастей обязательно продублируют в приложении. Допоминаю, разработчики нам сообщили в прошлом месяце, что они больше не будут добавлять какую-то особую масть в приложение, а просто будут дублировать одну из нововышедших. Это, кстати, очень грустненько. В общем, у нас есть вот такая вот масть, и у Божечки они все очень милые, вороной, гнидой, светло-серый. А эта масть, кстати, как у Готланда, Готландского... Готланда, в общем, Готландского пони. Вот такие вот очаровашки, шаг, рысь, манежный, голоб, карьер, и особый прием — это махание ножкой. И если кто-то скажет, фу, зачем вам эта анимация, она очень страшная, Ребят, я буду одной из тех, кто прям ностальгирует по этой анимации, когда раньше в старом ССО отправляя лошадей на... пастись на остров лошадей на прощание, они нам все махали ножкой. Так что я считаю, это очень-очень мило. Так, да, в общем, я в восторге от этих понях. Конечно, куплю одного точно, так что обязательно ждите выхода видео с покупочкой. Тут очень классные, у них еще грива, есть бородка с ракезиком, с трижиной, с косичками, с шишечками, и, конечно же, с корешкой. Я надеюсь, разработчики и дальше продолжат добавлять шишки, ракез, бритость и корешку на абсолютно все масти, потому что их, по идее, можно делать вообще все. И когда вы делаете, к примеру, прическу у старых лошадок, там прям очень все грустненько, потому что таких шикарных причесок нету. Ну а теперь перейдем к следующей глобальной новости. К нам вернулся 12-й день рождения Star Stable Online. Да, нашей с вами игре уже исполнилось дюжина, столько лет. Ради этого события я, кстати, откопала из своего шкафа вальтрап и кофту с самого первого дня рождения, на которой я попала, когда вернулась в игру в 2017 году. Это кофта и вальтрап шестого дня рождения ССО. Но, к сожалению, тогда я не знала, что можно все это собирать, обменивать. И я помню, что раньше нужно было собирать, опять же, эти подковки, и я их обменивала в Форт Пинта. Но я не знала, что за их обмен мы получим целый сет. Надеюсь, когда-нибудь разработчики дадут нам возможность скупить абсолютно все сеты предыдущих поколений. Я бы очень хотела скупить шестой год целиком и полностью, и девятый, который я пропустила из-за учебы. Так как я в ней утонула, я совершенно забыла и забила о дне рождения. И не важно, что это был сентябрь, а я начинала свою учебу в октябре. Сентябрь — это активная подготовка к учебе. Так что, да, очень обидно. Там такой классный зеленый комплект. Я прям очень грущу, что я забила на этот месяц в каком-то году. Так, ну что ж, если мы помним, в прошлом году нас встречал, по-моему, робот дня рождения. А теперь это ответственное за день рождения. Тематика данного года — фиолетово-бежевые оттенки. И это прям меня очень сильно радует. Я обожаю все оттенки фиолетового. Так, ну что ж, с днем рождения. Нам сразу дают полный комплект всех фейерверков. И все. Давайте начнем. Привет, ты знаешь, что началась вечеринка в честь дне рождения? Так, а чей день рождения мы отмечаем? Я все это знаю! Надо приносить продак. Приходи, этого достаточно. Приезжай на праздник в Морланд. Там ждут классные развлечения и торт. Хочешь отправиться туда сейчас? Да, она сейчас телепортит, по-моему, сразу. Да. И начинаются наши приключения дня рождения. Конечно же, тут теперь постоянно будет очень много людей. Мне залагало... Мне залагало, походу. У меня задание не высвечивается. Почему? Все, ребята, я сломала игрушку. А, во! Во! А на кого нажимать-то надо бы на нее? Так, вечеринка в честь дня рождения. Привет, добро пожаловать на вечеринку. Во, все, отлагала. С днем рождения нас! Очередной великолепный год на Юрвике позади. И в честь нашего дня рождения мы устроили целый фестиваль. Это отличный повод отметить все прошедшие за год дни рождения. Пойдем, покажу самое интересное. Так. Ого! Ого! Я смотрю, какая-то пчела все-таки укусила разработчиков. И теперь нам максимально много дают опыта. И лошади тоже. Это очень-очень-очень классно. Так, давайте смотреть по очереди всем постепенно. Ага, это аудиогид. Теперь у нас есть вот такие вот отметочки, и это аудиогид. На фестивале есть несколько магазинов, непременно заглянив каждый. Продавцы обожают видеть новые довольные лица. Обязательно. Посмотри на эту лошадку. Красавица, да? Она просто создана для вечеринки в честь дня рождения. Между прочим, эту красавицу я получила на десятом дня рождения, причем совершенно бесплатно. Ни капельки, кстати, не жалей, что получила ее тогда на все аккаунты. Любителям фотографий наверняка появится этот экран. Всегда так интересно посмотреть, какие фото создаст чужое воображение. Мне казалось, он был зеленым. Почему мы его сделали белым? Зеленый был вообще идеален. Странно. Ладно, поехали дальше. Так, что такое? Кто-то из гостей наверняка захочет присоединиться к твоим приключениям. Поговори с ними, если захочешь, чтобы они составили тебе компанию. Ой, Эвергрейс, здравствуйте. Я обязательно с вами потом потолкую. Но чуть попозже. Так, куда? Теперь вот сюда. Это шкаф. Да, шкаф. Если захочешь сменить наряд на фестивале, вот здесь ты найдешь свой личный гардероб. Так, ну это я все знаю. Можно просто мне пропустить и дать мне опыт. Так, а ты салютики уже все бабахают там. Запускают. Любишь фейерверки? Мы просто обожаем. На Юрвике производят экологичные фейерверки, которые к тому же не пугают зверей. Можешь купить их в этом магазинчике и запустить на площадке поблизости. Особенно красиво, когда несколько человек запускает их одновременно. Так, ну это все. Это все очень интересно, конечно. Можно мы пойдем дальше все смотреть? Теперь ты все знаешь про фестиваль в честь дне рождения. Приходи ко мне, если надумаешь, поучаствовать в одном задании и получить шикарные обновки. Так, да, конечно. Ого, так. Так, 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 так. Ладно, давайте все это, наверное, быстро сделаем. Привет, привет. В этом году Викторину ведет моя подруга Рамона. Она девушка интересная. Наверняка будет в каком-нибудь образе. Но ты узнаешь ее про праздничным шариком. Подыграй ей, ответь на вопросы, и она тебя наградит. У нас, кстати, в этом году очень классный сет. Я его уже видела, и он мне безумно понравился. Сбор золотых подков. Какой же праздник без золотых подков? На Юрвике их найдется целое множество. Приноси мне золотые подковы, и я дам за них подарки. Ох, опять будет ежедневный заход. И богатня по всей карте. Это мы любим. Каждый день на Юрвике проходит особая праздничная гонка. На доске ежедневных гонок ты можешь узнать, где именно. О, да, вот это мы помним, вот это мы знаем. Отлично. Экскурсия. Мы обожаем викторины и развлечения на свежем воздухе. Ты найдешь и то, и другое на экскурсии по Юрвику от Эмоджин. Так, помоги поговорить с Эмоджин. Кто это? Вспомни бы. Тортострофа. О, Дарья, у нас приключилась настоящая катастрофа. Пригодится любая помощь. Какой праздник без торта? Никудышный, вот какой. А где наш торт? Нет его. Мы попросили миссис Холдсфорд его испечь. Можешь узнать у нее, как дела? Торт нужен как можно скорее. Кстати, кстати, сейчас мы все проверим, создадим. И у меня вроде бы какие-то подковки оставались. Но я могу ошибаться. Так, гонка дня. Информация на доске обновляется каждый день. Так, состоится... Это Форт Пинта. У Джеймса. Это хорошо. Так, шкаф. Шкаф, 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 шкаф. Давайте посмотрим, есть ли у меня подковы. Что, 10 подковок? Я надеюсь, это те самые подковы, а разработчики не добавили. Какие-то новые подковы. Это было бы очень-очень вкусненько. Так, сколько? По-моему, их нужно 5. Так. Да, это те самые подковы. Отлично. Так, мы получили рубашечку. Вот такого сиреневого цвета. Ой, я прям буду желать весь комплект. И еще. Мы получили брюки лавандовых грез. О, лавандовый. Все, я прям вообще счастлива от этого дня рождения. Чисто даже из-за цветовой гаммы. Ну что ж, подковки у меня пока закончились. Давайте посмотрим поближе в магазинчике. Лакомство для лошадей позволяет купить маленькие тортики дня рождения для ваших лошадок. Не дают, по-моему, никакого эффекта. Просто в качестве еды. Ну и, конечно же, шкаф. Это, кстати, не все, что касается дня рождения. В течение целого месяца будут некие дополнения выходить. Такие, как, к примеру, крафт с большой бонни, новая лошадь, дня рождения и тому подобное. Вот тут в магазине у нас завезли очень классные комплекты. Коричнево-бежевый. И это тот самый оттенок бежевого, который мне нравится. Я думаю, скупить частично этот сет. А может быть, весь. Посмотрю по обстоятельствам. Также здесь добавлены сет еще черно-фиолетовый. Вот очень классный. Но тоже что-то 50 на 50. Но вот это седло просто моя любовь. Я его покупаю вот даже прямо сейчас отдельно. И я не понимаю, почему к этому седлу у нас идет вот такой вот веревочный недовозок. Почему не классическая кожаная уздечка? Ну, так как она черно-фиолетовая, наверное, я тоже ее сразу куплю. Так и быть. И мы сразу это на себе примерим. Вот так вот. Очень даже симпатично. А что по нагавкам? Нагавки просто черненькие. Вот такой вот еще вальтрап фиолетовый. Тоже куплю. Нет, куплю чуть попозже. В общем, вещей, как видите, прикольные добавили. Также с прошлого дня рождения здесь тоже есть. Но не все. Может быть, у кого-то, кстати, не куплено. Здесь будет намного больше вещей. И у меня же отображаются только с десятилетия. Вот те комплекты, которые были раньше, я не вижу. Не знаю, продаются они вообще здесь или нет. Так, что еще? Здесь у нас магазин с мэл, батафори. Это масочки, носики, ну и, конечно же, всякие отчетки и усики. Тут, как и сказали, у нас фейерверк. Возможность запустить фейерверк. Да, я передаю привет всем, кто попал на видео. Так, какие-то задания с духовными намеренницами. Давайте посмотрим. Перееда, разовешь покататься верхом, тебе нужна помощь или... Просто прости, конечно, поехали. Говоришь, надо просто расслабиться и получать удовольствие. Ты же в курсе, что это я, Анна. Ладно, попробую. Но мы должны ехать быстро и много прыгать. Предложи Ане прокатиться вместе верхом на твоей лошади. Я была, вообще-то, уверена, что она сейчас сядет на конкурт и мы поедем вместе. Ну ладно, видимо, не судьба. Видимо, не судьба. Также здесь у нас, как всегда, пикник, на котором можно присесть и отдохнуть. Так, что-то еще, что-то еще вам хотела показать. Ах, да, но это после всех историй дня рождения. Так, миссис Ходсфорд. Сейчас мы, по-моему, будем делать пирог. Так, тебе куры не встречались? Так, мы получили спечь торт, но все куры разбежались. Я их позаимствовала у Стива, чтобы собрать свежих яиц. Кто же знал, что куры такие шустрые? Вряд ли они далеко убежали на своих тонких ножках. Как думаешь? Найди сбежавших курочек. Пиши пропало. Конечно, можно попробовать испечь торт без яиц, но нет. Без них никак не обойтись. Куры на свободном воздухе. Видимо, они решили, что могут свободно гулять. Даже перышко не оставили. Без куры не будет яиц, а без яиц я не испеку торт. Помоги найти беглянок, милочка. Сомневаюсь, что они забрели в эту стену форт Пинта. И на таких коротких ножках они точно не могли убежать дальше к конюшню Морланда. Так, ну что ж, по моим далеким старым воспоминаниям. Они очень старые, очень далекие совершенно. Да, вот, одна курочка находится здесь. Потом что-то вот было с этими локациями. Это тяжко вспоминать спустя год. Надо будет посмотреть, где они находились раньше. Так, здесь у нас курочка. Цветок. А, это подковка! Это подковка! Стой! Стой, это золотая подковка. Собираем подковку. Отлично. Так. Где еще у нас курочки? Что-то, кажется, я начинаю вспоминать. Вот еще одна курочка. Следующая курица, по-моему, на чемпионате. Но я могу ошибаться. Наверное, да, наверное, я ошиблась. Ну что ж, со всеми бывают. Ладно. Тогда где-то около дороги она была. Я прям... Нет? Нет? А почему? Где же эти кударталки? Кстати, дорогие друзья, я хочу сообщить еще одну новость. Нам, похоже, обновили самые старые оставшиеся здания в районе Кранишни Морвенда. Это кузница Конкорда, площадку строительную фирмы Джетт и также сарайчик Джаспера. Мы сейчас быстренько проедемся, посмотрим эти места. Все равно ищем курочек. И я не была к этому готова. Да, все, ребят, нам уже обновили. Я очень злая из-за этого на разработчиков. Почему они не говорят о том, что нас ждет обновление таких-то, таких-то локаций? Ведь это не просто маленький кусочек, это важная часть. Особенно старого, доброго, прошлого старых ССОшников. Я бы лично прибежала, сделала фото, видео на память. А потом уже убежала бы дальше. Вы посмотрите, здесь теперь еще и стоят и темные наездницы все. Джессика, Сабина и Катя со своими лошадками. Вот это неожиданность. Наверное, с ними будет что-то связано в честь этого дня рождения. Ну ладно, посмотрим, что будет в будущем. Так, еще одна курочка. Осталось еще две. И я уверена, что я их сейчас эти две... Так, поблизости золотая подкова. Что? А, теперь нам еще я золотую подковью уведомляю. О, как интересно. Так, ну курочки, ну кудах. Я не посмотрела заранее, где вы можете быть. Отзовитесь, пожалуйста. Так, ладно. Сейчас надо тогда сделать гид имоджин. Да-да, наушников хватит на всех. И все. Больше ничего. Вот такой вот новый сарайчик Джаспера. И я скучаю уже по-старому. Прям, ну вот, больно. Мне лично больно. Я не говорю, что обновление игры это плохо. Плохо, что не дают нормально попрощаться со старыми модельками текстур всех вот этих зданий. Так, все, последняя курица. Где же ты, пожалуйста, отзовись? Где-то она... Вот она. Все, наконец-то. Что-то где-то я все-таки вспомнила. Куром на смех условия выполнено. Наконец-то. Да, видео будет намного длиннее обычного. Потому что мы смотрим и проходим вот эти вот все заданицы, которые сейчас нам добавили. Хотя в прошлом году они примерно были такие же. Так. Все курочки вернулись. Спасибо за помощь, Дарья. Так, где же яйца? Вернулись. Но яйца я что-то не вижу. Тогда надо накормить их как следует, чтобы они снесли яйца. Стив сказал, курочки любят кукурузу. Я как раз нашла сухие зерна. Но эти птицы совсем не заинтересовались. Видимо, они у нас привереды и любят свежую кукурузу. Тогда угостим их свежей. Давай посадим семена. Тут как раз есть отличная нередка. Ну, какие курицы у нас тут очень-очень требовательные. Ладно. Так, посадим. Все, мы все посадили. Все собираем. Сейчас куда кто-нибудь тут? Стив сказал, что курики любят щептить травку. Давай соберем зелень. Вот. Вот зелень. Да-да-да. Опыта дают, кстати, очень много. И сейчас я безумно жалею, что я взяла... Кстати, да, я безумно жалею, что взяла сейчас своего прокачанного бельгийца. Но взяла его специально. Хотя до этого, может быть, кто-то из моих подписчиков видел меня на финской лошади. Которого я прокачиваю в данный момент. Но взяла я бельгийца ради самого главного возмущения. Я, пожалуй, да, действительно не буду дальше делать задания. Так как опыт для лошади пропадает впустую. Я взяла коня, так как нам добавили еще целую охапку амуниции в глобальный магазин. Да, вот, отлично погрузилась. Нам добавили несколько комплектов цветовой гаммы. Это нагавки и новые особые вольтрапы, которые называются для соревнований. Потник-трелестник для соревнований. И я, если честно, такие вольтрапики, потники, видела только на соревнованиях по кроссу. Иногда, не всегда. Оказывается, на кроссе в реальной жизни большое разнообразие вольтрапов во время соревнований. Так что да. Но есть один фактор, который меня возмущает в этом обновлении больше всего. Да-да, я и так очень много возмущаюсь. Возможно, кто-то тоже недоволен, как я. Кто-то нет. Но я не говорю, что я больше не буду играть в эту игру. Как бы я просто... Огорчаюсь. Огорчаюсь. Но продолжаю играть, потому что безумно люблю своих лошадей и данную игру. Но вот это вот, ребят, это свинство. Новый потник, который добавили в игру, нельзя использовать на бельгийцах. Я так понимаю, можно только на мустангах. Это безумные, просто вопиющие недоразумения. Как так? А ведь главное, даже не посмотришь, на какую лошадь это можно надеть, потому что он не показывает. Эти подняки вообще на кого-то сейчас можно надеть или как? Наверное, на андалузов? Тут даже не написано, как это почитать. Раньше, когда нажимаешь на свою лошадь, еще и список высвечивается периодически. А тут сейчас пока что нет. Есть вот такие вот с лохматушкой, в общем. Да, очень обидно, что я их не могу вам показать, так как у меня нету ни мустанга, ни моргана, ни теннисица. Я не знаю, как... Дартмузского я еще не купила. Я не знаю, как вам это показывать. Есть с лохматушкой. Есть точно такие же вальтрапы без лохматушек, просто плоские. И к этим же цветовым вальтрапам есть такие же, только, смотрите, с черно-белым контуром и черной кожаной вставочкой внизу. Мне, наверное, вот эта вот серая с кожаной вставкой нравится намного больше. И нагавки по цвету данных вальтрапов. Вот, мне очень, кстати, нравится. Несмотря на их не шибкую яркость, они в очень спокойных тонах, но мне нравится их текстурка и цветовая гамма. Вот, так что вот это мне нравится. Ну, а что еще в этом обновлении? А в этом обновлении, по-моему, все. А, нет, нет, ребята, у нас еще есть опрос об обновлении игровых персонажей. Но он будет высвечиваться у вас только если вы играете на английском языке. Чтобы переключить английский язык, нужно открыть лаунчер, выбрать английский язык, зайти на свой аккаунт и уже нажать кнопочку играть. Как только вы зайдете в игру, вам высветится опрос о ваших персонажах. Он доступен, по-моему, только на английском языке. А также нам добавили в особую лавочку, бонусную, для тех, у кого есть лайв, подписка. Наконец-то мы дождались седло. О, вот теперь я с чистой совестью скупаю весь этот комплект. Хотя тут открытые пальцы, я это не люблю, но я ждала. Я просто ждала седло, дорогие друзья. Я люблю черный, я люблю фиолетовый. И... Так, нет, все-таки перчатки другие я одену. И я довольна. Я довольна. Не помню, есть ли Вольтрап, если честно. По-моему, нет. А, нет, Вольтрап, по-моему, есть. Только он у меня сейчас посол, наверное, в шкафу. Так что вот такие вот у нас новости на это обновление. Их очень много. Так что нам добавили дартмонского пони. Приехал день рождения, который будет длиться весь сентябрь. И также на него добавили очень много одежды. Но это еще не все. Одежду будут завозить и дальше. Постепенно, по чуть-чуть, она будет добавляться в магазинах. Также привезут новую лошадку дня рождения, которая не будет бесплатной. Ее нужно будет покупать. И будут еще, я так понимаю, задания. Вот. Ну а на следующей неделе больше праздничного веселья. И есть подсказка Бип-Бип. Если вы смотрели спойлеры, то вы явно узнаете, что на следующей неделе нас ждет нотка былых праздников, первоапрельских шуток. Больше ничего поговорить не буду. Так что на этом все. Обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. А всем игрокам я желаю приятного празднования дня рождения Старстейбл, так как ему уже 12 годиков. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...